А последним тараном, которым была пробита стена уже скудеющей веры, стал в руках врагов России вот этот русский человек, вернее образ из него созданный. Распутин стал той щелью, куда провалилась Россия, утверждал Александр Блок. Бог их с тобой, честь слуга, зная и никогда не забудет. Сердцем Саревым правит Бог. Выводил он на бумаги. Более удобные фигуры для разрушения народной веры в помазанника Божия трудно было придумать. Это единственный подлинный его дневник среди множества поддельных документов и дневников, хранящихся в архивах. И время от времени публикуем их как очередная сенсация, связанная с его именем. Именем по сей день окруженном тайной. Именем, оказавшимся даже в своем звучании подарком для врагов царя и России. Распутин. Вся Европа и прочие страны судят не по уму человека, и не по добрым делам, и не по чистоте человека, а по какой-то прабабке, что фамилия странная. Потому что у ей язык худай. И вот из-за своих-то охотливых привычек делает суд всемирного толкования. Он просил себе другую фамилию и даже получил ее от царя. Новый. Но так и остался после царского указа для всех просто Распутин. Человеком с клеймом колдуна, распутника и сектанта. Дореволюционная пресса, пропитанная, как и сейчас, антирусским духом, охотно печатала фоксимильные образцы этого почерка. Смотрите, Де, какие каракули превращаются потом в царские указы. И люди верили. Но все-таки была воля Божья, явленная через сердце царева, быть им рядом в истории и теперь уже навсегда. У нашего батюшки-царя тонкий философский разум, и в очах его дарит любовь и остроумная кротость, та и надежда, что его любят и враги его. Кто от кого отрекся? Мы от царя или царь от нас?